Всем привет! Сегодня 9 марта, Московская область, коротко погоди, у нас 8 градусов тепла, идет небольшой дождик, ветра нет, это отлично. Я встала с утра и думаю, пойду я займусь малиной. Малина у меня высажена вот таким образом в один рядок, есть там пропуски, это в прошлом году я ее высаживала все, и у меня там в конце, сейчас покажу, несколько кустов не прижались. Значит, что сделала, обрезала кончики, буквально убрала сантиметров 5, ну, самые длинные веточки у меня по полтора метра максимум. И сейчас я покажу, здесь внизу я засыпала чистый конский навоз, вот видно, а сверху я закрыла конской подстилкой, ну, видно, сколько ее, ну, сантиметров, наверное, около 10, не меньше. И по периметру ее закрыла, во-первых, трава меньше будет расти и будет держаться влага. В Московской области практически не было зимы, то есть не было снега, я думаю, что весна будет сухая, поэтому я вот так ее закрыла, будет держать влагу и будет меньше расти сорняк. Вот так она у меня в один рядочек, в прошлом году я ее высадила, здесь у меня несколько сортов, карамелька, брянская дива, по-моему, какая-то желтая ананасная, по-моему, и есть малина, которую я привозила с Ростова. Так она у меня очень хорошо перезимовала, потому что морозов и не было. И, конечно, если есть вздутие на малине, у меня вообще это есть такое, я полностью вырезаю ветку, если здесь есть галица. Но в этом году, вот я сейчас ее всю просмотрела, никаких вздутий не было. А так я всю ветку вырезаю и сразу же сжигаю. Вот. И вот как раз здесь в пропуске не прижились три куста малины. Это я привозила с Ростова. Вот так. И здесь... А, и вот четвертый куст здесь был, тоже не прижился. Ну и все, некоторые веточки подвязала, чтобы было более-менее аккуратно. Вот так. Малина. Если вы видите, у меня здесь вот, допустим, растет черешня. Сейчас покажу. Это черешня в памяти Чикалова. И у меня с осенью, я снимала видео, весь приствольный круг, у каждого дерева, у каждого куста засыпан щепой. Это щепа тополиная. Здесь тоже очень приличный слой для удержания влаги. Я вот думаю, что все-таки весна, будет великая сушь. Вот здесь куст жимолости растет, уже весь на почках. Но это та ягода, которая просыпается самой первой. Вот видите, уже прям раскрытие почек. Тоже все засыпано щепой. Это единственное мое хвойное растение. Я не знаю сорта. Сажали года 4 или 5 назад. Самое первое растение посажено на этом участке. И смотрите, под ней какая сушь, в принципе. Все сухо. Это у меня хвойный опад. Я каждый раз мульчирую. Каждый год сюда высыпаю примерно около двух мешков хвойного опада. Все сухо. Вот можно видеть, видите? Какая сухота не было. Не было снега. Поэтому я вылью сюда не меньше двух-трех ведер воды. Потому что не будет хватать воды. Хвоинки начнут сразу желтеть. Я ничем не подкармливаю, я уже говорила. У меня на сегодня все. Такое коротенькое видео. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok